МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная статистика. В Текеле на 60% выросло количество наркопреступлений. От 10 до 15 лет лишения свободы. Такое наказание ждет 21-летнюю торговку наркотиками. Юная жительница Талдыкургана распространяла синтетику. В ее съемном жилье нашли больше 2 кг эфедрона и так называемой скорости, которые она расфасовывала для дальнейшей продажи. Девушка поймана с поличным. У нее изъято около 150 обмотанных изолентой полимерных свертков с дурью. В квартире задержанной полицейские нашли еще 11 полимерных пакетов с порошком и кристаллами, которые относятся к синтетическим наркотикам. Подозреваемая помещена под стражу. Расследование по факту проводится согласно статье 297, части 3, пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В рамках уголовного дела полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки синтетических наркотиков и причастных к этому лиц. Чем опасны синтетические наркотики? Синтетические наркотики – это психоактивные вещества, полученные искусственным путем. Вызывают психологическую и физическую зависимость, разрушая нервную систему. Отличаются от традиционных видов наркотиков более сильным действием и привыканием с первой дозой. Употребление синтетических наркотиков ведет к поражению головного мозга и может спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств. 140 тысяч тенге штрафа грозит нерадивому водителю из Тараза. Мужчина за рулем Лексуса грубо нарушил ПДД, проигнорировал требования об остановке и пытался скрыться. Погоня за дерзким нарушителем уменьшалась успехом для стражи порядка. Вот только тот не собирался сдаваться так просто. Завидев полицейских, мужчина резко прибавил газу и пустился прочь, создавая по пути аварийные ситуации и представляя угрозу для пешеходов и других водителей. Когда его все же удалось остановить, нарушитель стал сопротивляться и попытался убежать. Но в итоге все равно был задержан. Как оказалось, лихачил по Таразу 40-летний житель Мангосталской области. Семь лет тюрьмы светит туркистанцу за хулиганство. Молодой человек напал на местного жителя и, угрожая оружием, избил его. Потерпевший тут же обратился к правоохранителям. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Его арестовали. В слову, в момент задержания оперативники обнаружили у мужчины наркотическое средство, обрез охотничьего ружья и нож. О мотивах нападения не сообщать. Тревожная статистика. В Текеле на 60% выросло количество преступлений, связанных со сбытом и распространением наркотиков. С начала года в городе зарегистрировано 8 таких фактов. А из незаконного оборота изъято более 20 килограмм различных наркотических веществ. Как показал анализ, основные наркопотребители – молодые люди в возрасте 21-29 лет, которых заманивают в том числе через пропаганду и незаконную рекламу. Так, за два месяца в Текеле завели три уголовных дела. Еще два иска поданы в суд. Те им сайтов, рекламирующих наркотики, заблокированы. В настоящее время, несмотря на ужесточение уголовного законодательства, количество и виды наркотических средств с каждым годом увеличиваются. Как подчеркнул глава государства, большую угрозу здоровью населения несет растущее потребление синтетических наркотиков. Борьба с производством и распространением наркотиков должна принять общенациональный характер. Наркотики как никогда доступны, и уберечь детей от каждодневного риска – дело непростое. Но одно противоядие от этой напасти все же есть. Задача родителей – формировать правильные жизненные ценности, здравомыслие, умение трезво оценивать любую информацию и любое предложение, от кого бы оно ни исходило. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – кизикщеболемсобачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.